Наш дом уже давно перестал быть просто местом, где мы спим, едим, готовим. Мы ищем в интерьере отображение нашего представления о комфорте, красоте, удобстве. Candelabra.com – это отраслевой маркетплейс дизайнерской мебели, декора и товаров для дома. Выбирайте лучшее в одном месте для себя и близких из 100 тысяч товаров во всех современных стилях. Для вас, для дизайнеров, для каждого. Candelabra.com Сегодня мы покажем вам, как оформить современный, роскошный, нестандартный и уютный дом для жизни. Вика, привет! Рада представить вам наш объект. Это квартира в Санкт-Петербурге. Наше архитектурное бюро находится в Москве. Копер Антин. Меня зовут Даша. Я пиар-менеджер нашей студии. А дизайнеры этого интерьера – Елена Спиридонова и Роман Андрусенко. Даша, квартира просто шикарная. Хочется сразу перейти ко всем деталям, но давай введем в курс дела наших зрителей и скажем, какая здесь планировка, такие, так скажем, стандартные, исходные данные этой квартиры. И какие были задачи перед дизайнерами. Хорошо, квартира небольшой площадью, здесь всего 62 квадратных метра. У заказчиков не было задачи купить себе большую квартиру, но они очень хотели приобрести недвижимость с прекрасным видом. Эта квартира как раз отвечает их основным требованиям. Они высказали пожелание оставить пространство максимально открытым. Благо у нас не было несущих стен, и все перегородки мы снесли. И пространство разграничили с помощью мебели. Ну, в принципе, так я поняла теперь. За счет чего здесь сохраняется эффект простора, когда ты заходишь, попадаешь в квартиру, потому что здесь все открытое пространство. Конечно, также много решений с зеркалами. Вы можете увидеть, что части новых панелей отделаны зеркалом. Они отражают прекрасный вид из окна и визуально расширяют пространство. В чем был самый главный акцент у дизайнеров, какая перед ними стояла задача? Какой интерьер они хотели создать? Хотелось создать уютный, роскошный интерьер в первую очередь для отдыха, потому что эта квартира не единственное жилье наших заказчиков. Эта квартира как номер отеля, в который хочется приехать в любимый город, отдохнуть от стремительного ритма жизни, насладиться прекрасным видом из окна. Поэтому важно было создать такую атмосферу, в которой этот отдых был бы максимально приятен. Я предлагаю нам сейчас вернуться в начало квартиры и показать этот потрясающий коридор, который вообще не выглядит как коридор. Пойдемте. Квартира максимально функциональная, и оформление прихожей тому подтверждение. Мы не просто оказались с вами в коридоре. Здесь есть весь необходимый функционал. Когда мы заходим с улицы, у нас есть встроенные полки для того, чтобы положить мелочь, ключи и, конечно же, шкаф для верхней одежды. Вот она, прихожая, которая совсем не ощущается, что это прихожая в квартиру, что это какая-то входная зона. Мы сразу оказываемся в жилом пространстве, в уютном. Как так получилось? Все верно. Одна из главных задач в работе с маленькими пространствами использовать максимально эффективно каждый метр площади. Заказчики хотели, чтобы у них был удобный кабинет, рабочее офисное пространство, за которое можно усесться с ноутбуком, посидеть с бумагами. Стол выполнен из кожи. Здесь два вида бронзы. Сочетание листовой гладкой бронзы на фасадах и выдвижных ящиков и кованая бронза на стеновой панели. И такой уютный стульчик, пол с отделкой из меха. И полки это тоже материал кожи. Да, все полки отделаны кожей. А также спальня была скрыта от внешних глаз. И мы это решили с помощью такой перегородки, которая с одной стороны является домашним офисом, а с другой стороны вместительными плотяными шкафами. То есть с одной стороны совместили и функционал, и красоту, и в то же время это еще и зонирует пространство, потому что мы заходим и не видим спальни. Все верно. Потому что ровно за этими шкафами скрыто спальное место. Я обратила внимание, что в квартире очень много шкафов. Как будто такое ощущение, ты заходишь, и здесь они везде. Но в то же самое время они вписаны в пространство, и они его не забирают. Сохраняется ощущение простора. Вы очень правильно заметили, мы скрыли все места для хранения за роскошными фасадами. Это у нас массив Сикамора, это вставки из зебрано, это бронзовые фасады и стеновые панели. Таким образом, мы видим только отделку, но мы не видим, что спрятано внутри. И сохраняется ощущение нарядности и праздника. Также в квартире не очень высокие потолки. И вы отлично вышли из положения. Это шкафы сделаны не до потолка. Как всегда, мы привыкли, что так делается. Они не до потолка, и там еще внутри подсветка. Я такое вижу впервые. Это совсем другой эффект. Обычно подсветка всегда в потолке и светит вниз. А здесь совсем наоборот. Мы намеренно не доводили дерево до потолка, чтобы оставить это ощущение воздуха. И пустили по периметру за карнизную подсветку. За счет каких приемов создается обволакивающая атмосфера в интерьере? Ты заходишь, и тебя как будто окутывает здесь таким теплом и уютом. Хозяйка большая поклонница моды. И выбор материалов не случайен. Он продиктован ее большой любовью к фэшн. Например, эти подушки из кожи и каракульчи напоминают одно из ее любимых платьев Шанель. Ух ты, вот это ассоциация! Но не только подушки. Здесь полностью продуман весь текстиль до мелочей, включая большой ковер на всю спальную зону, текстиль на окнах. Это отдельная была работа декоратором? Конечно! Весь дизайн, включая декор кровати, включая портьеры, вплоть до подбора посуды и столового серебра, лежит на нашей компании. То есть наше бюро спроектировало все, вплоть до того, что заказчику нужно прийти в эту квартиру только зубной щеткой. Даже полотенце и текстиль для ванной – все здесь есть. А также здесь есть очень красивый шкаф для обуви. Пойдем, мы его покажем нашим зрителям. Это мечта! Даша, открой его! Даша, а почему выбрали такой большой диван? Он просто на всю спальню. Мы хотели визуально разделить зону для сна с зоной для отдыха. Ну, такую гостиную сделать. Этот диван в традиционном исполнении имеют прямую форму. Хозяйка выбрала полукруглую форму, и итальянская фабрика Промемория специально для нас разработала этот диван. Я предлагаю посмотреть кухню, так как эта квартира продумана полностью для жизни, но на кухне тоже есть интересные решения. Пройдемте! Ух ты! А из чего этот стол? Этот стол разработан по эскизам дизайнеров нашего бюро. Столешница выполнена из кварцита и подстолье из металла. Здесь можно видеть фигурки людей и рыбок. У меня дизайнерская задумка, да? То есть, что именно дизайнер так придумал, что будут фигурки на подстолье. Да, верно. А мне так нравятся вот эти пуфики и зефирки, они мне напоминают. У меня такие ассоциации возникли. Не знаю, как у вас. Да, все интересная ассоциация. Как я уже упоминала, хозяйка большая, поклонница моды. И здесь мы можем видеть самых разнообразных, роскошных материалов и финишей. Это кварцит, металл, кожа. Это кожа с отделкой под рептилию. Это дерево. Это бронза. Это мех. И именно я поняла уже, за счет считания этих фактур и рождается вот эта обволакивающая атмосфера, о которой я говорила ранее. В том числе. И в открытом пространстве очень важно использовать одни и те же материалы. Если вы обратили внимание, фасады кухонных шкафов выполнены в бронзе, стеновая панель в офисе выполнена в бронзе и также бронзовые панели есть над изголовьем кровати. За счет этого мы воспринимаем пространство как одно единое целое. Потрясающе. Действительно так и есть. Пойдемте посмотрим кухню. Она такая красивая. Планировка кухни вроде бы и стандартная, угловая. Но выглядит она современно и сразу цепляет взгляд. Давай подробнее расскажем, как она сделана. Может быть, потому что здесь она начинается с одного стеллажа и заканчивается холодильником. Я вот пока даже не поняла еще почему. Все тот же прием, когда за нарядным фасадом прячется функциональность. То есть здесь есть вся техника. Здесь есть духовой шкаф, есть винный шкаф, есть посудомоечная машина, есть холодильник, есть варочная поверхность. Но за счет того, что это все скрыто за нарядным финишем, то есть это массив сикамора, это бронза, мы не считываем кухню как привычную кухню, на которой мы готовим. даже варочная поверхность в этой квартире выглядит необычно за счет нестандартной формы. Абсолютно согласна. Мне очень понравилось это решение. Я не видела еще такие варочные поверхности. Обязательно посмотрю, где их можно купить. Друзья, как вы думаете, какую часть кухни можно смело назвать ее сердцем? Каждый любитель или профессионал ответит, что самой важной частью является зона приготовления пищи. И именно здесь происходит вся магия. А с десятков разных ингредиентов создаются потрясающе вкусные блюда. Поэтому от правильно подобранной современной варочной поверхности и духового шкафа зависит весь итог готовки. Для того, чтобы сохранить и приумножить вкусовые качества блюд, профессионалы рекомендуют подходить к подбору техники с особой тщательностью. Конечно же, из всего многообразия можно выделить бытовую технику от Лекс. За 16 лет работы в Лекс создали надежную технику, которая превращает весь процесс приготовления пищи в приятное хобби. Они смогли сделать процесс приготовления простым и быстрым. Духовой шкаф включает все самые востребованные функции. Нагревы, турбогриль, конвекцию, даже HD-конвекцию для более планомерного нагрева. Одним словом, это реальная мечта для каждого повара. Вы можете оставаться спокойными на любом этапе приготовления пищи. Внутренние системы охлаждения позволяют дверцы и ручки оставаться теплыми даже при долгой работе. В духовых шкафах Лекс применена система снайпов, позволяющая за пару секунд снять дверцу двухового шкафа. Это существенно облегчает очистку внутренней камеры. Съемные двери и эмаль легкой очистки позволяют без проблем ухаживать за внутренней камерой. А благодаря сенсору и утапливаемым ручкам с подсветкой использование становится интуитивно понятным и простым. Конечно, второе место по важности на кухне это варочная поверхность. Для этой кухни мы выбрали индукционную варочную панель шириной 60 сантиметров с двумя зонами объединения. Это настоящая мечта любой хозяйки. Функции распознавания есть на всех индукциях Лекс, позволяет ставить большой диаметр посуды. Ну и, конечно, сенсорное управление позволяет выставить нужное время приготовления и температуру на все зоны нагрева и нажать паузу, если, к примеру, нужно срочно отойти. Также отметим, что у Лекс уникальные для рынка гарантийные обязательства. 36,6 месяцев на всю технику. В течение года Лекс бесплатно меняет технику на новую в случае возникновения гарантийного случая. А гарантия на мотор и вытяжек составляет 8 лет. Ссылочку на технику Лекс мы, как всегда, оставили в описании под этим видео. Переходите, чтобы узнать больше. Даша, теперь я предлагаю показать нашим зрителям изюминку этого интерьера. Роскошный санузел. Я уверена, такого исполнения вы еще не видели. Это что-то необыкновенное. Это ванная. Мне интересно, какие ассоциации возникают у наших зрителей. Напишите в комментариях. У меня ощущение, как будто я в какой-то драгоценной шкатулке. Уменьшилась до размеров нюльса и сюда попала. Эта ванная отделана редким видом оникса. Он использован в отделке одного из бутиков Шанель. Этот прием мы подсмотрели и зная, что заказчица огромный фанат моды, применили его в отделке этого помещения. Если вы обратите внимание, этот редкий камень даже на потолке, за счет этого возникает ощущение драгоценной шкатулки. Что у нас здесь есть по функциональным зонам? И душевая кабина, и, кстати, душевая тоже из этого материала помню? Конечно. У нас есть душевая кабина. Душевой поддон выполнен из тика. Это очень теплое дерево, которое устойчиво к воздействию воды. Не случайно именно из тика выполнено палубы на яхтах. Здорово, что дизайнер продумал даже вот эти мелочи. Мы стараемся подходить к проектированию именно через мелочи, потому что через это происходит опыт взаимодействия клиента с его квартирой. Здесь расположена стиральная машина. Здесь мы храним все принадлежности для ухода за собой, а также для ухода за квартирой. Хочется находиться и находиться в этой ванной комнате. Это что-то необыкновенное. И полки здесь выполнены так же. Ювелирная работа, я бы сказала. Вика, спасибо большое за такую высокую оценку нашей работы. Я думаю, что дизайнерам будет очень приятно. А нашим зрителям приятно смотреть и восхищаться такой красотой. Даша, раскрою нам самый главный секрет. Сколько стоил реализация этого проекта? Реализация этого проекта стоила около 450 тысяч евро из расчета 7 тысяч евро за квадратный метр. Теперь вы знаете, сколько стоит создание вот такого роскошного интерьера. Даша, спасибо большое, что показала такой интересный и действительно роскошный проект вашего бюро. Вика, спасибо вам. Мы всегда рады показывать, демонстрировать свою работу. А этот проект мы любим в особенности. И сюда очень приятно возвращаться. А если вы захотите посмотреть другие проекты бюро Коперантин, ссылочку на них мы оставили в описании под этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!